Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня хочу ответить на вопрос о том, в каком районе Монреаля лучше всего поселиться. Как обстоят дела с детскими садами в этих районах, с транспортом, с торговыми центрами и так далее. То есть, вся та информация, которая, безусловно, полезна и важна для каждого вновь пребывающего. Ну, давайте начнем, собственно, с общей информации. Дело в том, что опасения по поводу того, что могут быть какие-то проблемы с транспортом и так далее, что есть какие-то медвежьи углы в Монреале, куда не ходит ничего, или ходят очень плохо, или еще что-нибудь такое. Все эти опасения, они напрасны. В Монреале общественный транспорт, в отношении с тем, что есть в наших странах исхода, я говорю про страны бывшего ВСР, конечно, дела обстоят, ну, если не идеально, то очень близко к состоянию идеальному. То есть, никаких проблем с тем, чтобы найти нужный вам автобус, приехать в нужную вам точку в расчетное время, у вас не будет. Автобусы, как правило, ходят как часы, и случается крайне-крайне редко, крайне эпизодично, когда автобус задерживается, не приходит вообще еще что-то. Ну, это какой-то форс-мажор, да, то есть это не является характерным событием. И поэтому переживать по поводу того, что, дескать, я поселюсь где-нибудь в каком-то районе Монреале, у меня будут с этим проблемы, это совершенно ненужное опасение. Все, такого быть не может по определению. Теперь, что касается районов. Я уже неоднократно говорил в своих видео, как бы оговаривал такой момент, что поселиться можно, и селиться можно абсолютно во всех районах города, исключением бы я сделал так называемый район Монреаль-Норд, по той простой причине, что там селятся в основном Латинская Америка и Африка, эмигранты первого поколения, и, соответственно, там, ну, не очень хорошо с точки зрения криминальной ситуации. Хотя, в общем и целом, я как-то смотрел статистику по, допустим, по Торонто, по Риджайне, по Калгари, и могу сказать, что, в общем и целом, с уровнем преступности в Монреале в этом плане дела обстоят очень даже неплохо. Особенно, если мы будем говорить про Риджайна. Поэтому, в принципе, вы можете выбрать абсолютно любой район, ну, если вам, скажем, хочется быть довольно-таки близко к центру города, к тому, что называется в Северной Америке даунтауном, если вам хочется быть совсем уж рядом, скажем, к станции метро, от которых, из которых можно совершенно быстро доехать до центра города, то я бы вам рекомендовал, конечно, поселиться в следующих районах. Во-первых, конечно, один из самых популярных районов для заселения русскоязычными эмигрантами – это Кот-де-Неш. Кот-де-Неш – район, в котором находятся несколько станций метро, в принципе. Там очень большое количество домов, к которым мы привыкли, то есть многоэтажных, и, соответственно, вам будет хорошо и легко там адаптироваться, потому что там куча магазинов, где работают русскоязычные продавцы. Там есть русскоязычные магазины, есть русскоязычные рестораны. То есть в этом плане для того, чтобы не потеряться, для того, чтобы не чувствовать себя каким-то там выдернутым, да, из привычной атмосферы, наверное, Кот-де-Неш является тем самым хорошим районом. Что касается других районов. Я бы рекомендовал еще такие районы, как Матердам-де-Грас. Он, в принципе, рядом с Кот-де-Неш. Я порекомендовал бы вам верхний лошин. Есть еще нижний лошин, но с нижним лошином там очень... Ну, не то чтобы очень, но там хуже с транспортом. Потом я бы вам порекомендовал... Ой, камера поплыла. Я бы порекомендовал вам еще район Размон. В общем и целом, в этих районах, которые я перечислил, там можно снять квартиры в пределах, скажем, можно найти квартиры двух-трехкомнатные в пределах 550-750 долларов. Это, в принципе, очень даже недорого по сравнению с тем же самым Торонто, где однушки в не очень хорошем состоянии. Они стартуют там от 800-900 долларов. Далее, что бы я еще вам порекомендовал? Если вы переживаете... Если у вас большая семья, да, и вы переживаете, что у вас первое время не будет автомобиля, то я бы вам не рекомендовал так же, только уже по другой причине, селиться в Пьерфонде, в Дарвале или в Пуэнкляре. Это очень хорошие районы с точки зрения соседей, с точки зрения криминала и так далее. Там очень большая часть этих городов является частная застройка. Кстати, я забыл сказать, что для меня, допустим, до приезда в Канаду был не совсем понятен вопрос, что такое Монреаль вообще, да. То есть у меня было ощущение, что это, как, не знаю, Москва, Санкт-Петербург, вот есть город, и в нем есть просто разные какие-то там в Москве префектуры, в Питере это районы административные. И мне было непонятно, что, допустим, говорят Монреаль, живешь ты из Монреаля, да, а в адресе написано, допустим, Верден, там, или какой-нибудь, там, то же самое Пуэнт Клэр, там, и так далее. То есть мне не была понятна эта логика, что есть такое понятие, как большой город, в который, на самом деле, входит, помимо самого города, по которому дается название большого города, еще и куча других городов. То есть если мы говорим про Монреаль, то есть сам город Монреаль, но он сам по себе только небольшой центральный район, из той площади, которая называется Монреалем. А на самом деле он состоит из огромного количества городов. Там и тот же самый Верден, как я говорил, да, тот же самый Пуэнт Лер, Дарваль, Лассаль, Лашин, кстати, Лассаль тоже неплохое место для поселения, Лангио и так далее, на самом деле. Лаваль время от времени туда причисляют, хотя Лаваль уж довольно-таки удален от Монреаля. Так вот, в каждом из этих городков, которые входят в Большой Монреаль, есть свой собственный муниципалитет, своя собственная администрация, как бы, комендатура, скажем так, были там свои собственные выборы, свои собственные школьные комиссии. То есть, как бы, это полностью, как правило, самоуправляемые подразделения. И в зависимости от того, в каком месте вы поселитесь, соответственно, вы будете платить и участвовать в выборах в Монреале именно по тому округу, который может быть конкретному муниципалитету, конкретному городу, который входит в Большой Регион. Так вот, когда вы будете искать квартиру, искать квартиру, допустим, можно на Кижижи, условно, да, у нас, например, существует куча сайтов, таких разных, но Кижижи прежде всего приходит в голову, то вы вбиваете название города, допустим, ищите там 3,5 квартиры и вбиваете название города, где вы хотите искать квартиру. И вам будут выдавать по списку именно те квартиры, которые вас интересуют, в том районе, который вас интересует. Теперь, что касается вопроса о детских садиках, о школах там и так далее. Детские садики и школы, естественно, есть абсолютно во всех районах, то есть никаких проблем с ними нет. Я по этому поводу уже говорил, что на самом деле есть садики, которые являются частными целиком и полностью, и есть садики, которые являются дотационными, то есть государство вам выплачивает дотации за то, что вы пользуетесь этими садиками. В дотационные садики обычно большая очередь, и туда сразу не попасть. Какое-то время родителям приходится выплачивать посещение детей из своего кармана. Что касается школ, то, опять же, чем более, скажем, менее иммигрантский район, в том плане, что там небольшое количество иммигрантов, причем мы должны понимать, что иммигранты, как правило, здесь, в Квебеке, это иммигранты из Африки и Латинской Америки. Соответственно, это не самые, как правило, лучшие примеры для подражания для ваших детей, и не самая лучшая компания. Здесь никакого расизма, никакой обиды и так далее, просто слишком большая разница в изначальной базовой культуре. И, как правило, эта базовая культура, африканская и латиноамериканская, она ниже, чем европейская, да. Что бы там ни говорили, все-таки страны бывшего СССР, они, несомненно, относятся к европейской культуре. Мы не говорим сейчас про культурологию, это совершенно отдельный вопрос. Но это факт. Так вот, естественно, если вы будете селиться в тех районах, которые в меньшей степени заселены иммигрантами, соответственно, в меньшей степени будет риск того, что ваши дети будут учиться вместе или целиком в иммигрантских классах. Потому что бывает так, что есть какой-то большой класс, там 25 учеников, условно говоря, и там всего 4-5 человек, это местные кибикоа, местные белые франкоканадцы, а все остальное это Африка и с небольшой примесью Латинской Америки. То есть белые дети там становятся некой экзотикой, да. И бывает так, что на этой почве там происходят какие-то трения, конфликты там и так далее. Но это очень-очень редко, на самом деле, как правило, все тихо и спокойно, и все хорошо. Но есть но, да, вы сами понимаете. Так вот, школы приписываются, пабликс-клуб простые, они приписываются к конкретным почтовым адресам. То есть если вы селитесь в каком-то районе, то смотрите, какая школа приписана к вашему району, если для вас это важно, конечно. Потому что вы изначально должны понимать, в какую школу пойдет ребенок, и что от этой школы ожидать. У школы есть всякие разные там рейтинги, есть отзывы там и так далее. Все это можно будет посмотреть в интернете, для того, чтобы понять, насколько хорошая успеваемость учеников, какие шансы для поступления в СИЖЭП, в университет и так далее. Естественно, кстати, что когда после пятого секондера дети начинают думать о СИЖЭП, то для них очень важен уровень полученных знаний. И если ваш ребенок окажется в очень слабой государственной школе, то он, скорее всего, просто не сможет пройти экзамены для поступления в СИЖЭП, или для поступления в какую-нибудь частную школу, потому что там тоже есть очень высокие требования для того, чтобы подавать. Продолжение следует... Продолжение следует...